Вот так, вот так, хорошо? Отлично, отлично. Меня зовут Камал Сатау, да. Второй раз здесь выступаю, на этой сцене. Люблю, мне уже, наверное, в традицию войдет сюда каждый год приезжать. В прошлый раз я вам дал лайфхак, кто помнит? Какой лайфхак? Кто был больше? Да, 5 плюсов. Хорошо, это проактивность, 110%, 6 плюсов. Отлично. Кто применяет? Супер, супер. А я еще одну рекомендацию давал, несколько рекомендаций. Кто сходил за это время на роупджампинг? Помните прыжок? Прыжок с башней. Кто сходил? Молодежь, отлично. Супер. Хорошо. Расскажу немножко о своей истории. Я родился в Дагестане, в городе Махачкалам. Жил там до 16 лет, то есть был в село, простая семья, то есть мечтал всегда о путешествии, мечтал о хорошей жизни. Всегда жил мечтами, потому что я хочу быть за границей, красивой машиной, красивая жизнь. Но родители в это не верят, что это вообще можно достичь, что это вообще возможно. Говорили, что сын сварщика может быть только сварщиком, то есть ничего не добьешься. Поэтому я хотел очень приехать в Москву, потому что понимал, Москва, Москва-Сити, тут большие возможности, тут можно очень много всего добиться. В итоге как-то уговорил их приехать, поступил учиться, пошел в студенческий актив, потом пошел работать официантом, то есть исполнить 18 лет. Работал официантом, год понял, что работать по найму это не для меня. То есть это не я, то есть просто быть исполнительным, я хочу что-то предпринимать, я хочу что-то создавать. То есть что-то в голове у меня было, что я хочу быть бизнесменом, хочу когда-то открыть свой ресторан, но плана, целей, то есть такого не было. То есть такого воспитания, чтобы создавать что-то свое, ставить цели, достигать этого, то есть такого мне в принципе воспитания не дали. Но что очень полезно мне дали родители в плане именно моего развития здесь, любовь к людям и позитивность. Запишите пожалуйста, любовь к людям это один из самых важнейших инструментов моих за все время, то что я здесь. Возможно 70% успеха именно зависит, мой успех зависит именно от этого качества. То есть я пришел в Арифлейм в итоге, меня проголосил знакомый, я заинтересовался, поверил в себя, что этот бизнес именно для меня, я смогу здесь достичь всего того, что я хочу. Я поверил в себя и начал развиваться. То есть в итоге в прошлом лет, то есть я уже 2 года, больше 2 лет в Арифлейм, то есть прошлым летом я сделал директора, получил свой чек, то есть съездил к себе в Дагестан, открыл ИП, приезжаю. То есть у меня было пару новичков, то есть в тот момент было пару новичков, которые особо не самостоятельные, я их оставил, уехал на 2 недели в Дагестан, потом приехал сюда и сразу пришел на выездную встречу предпринимателей. То есть я уже как предприниматель сюда приехал, мне было уже ИП, после этого я через несколько дней уехал, то есть о чем я мечтал, уехал в Майами на 2 недели. То есть у меня не было больше полутора месяца, получается, здесь в Москве, но при этом я дал знания, дал быстрое обучение своим новичкам, в итоге они без меня начали расти, без меня стали самостоятельными, а сегодня они здесь со мной. Пожалуйста, встаньте и аплодисменты эти вам, спасибо вам, что вы есть. Отлично. Сегодняшняя моя тема будет о том, что предпринимательство в МЛМ, как это вижу я, как это видит наша организация, наша организация СМК. Предприниматель в МЛМ, то есть мне очень понравилось, как в словаре Ожигова это написано, то есть предприниматель это капиталист, то есть мы же капиталисты, а общество молодых капиталистов. Владелец предприятия, крупный деятельец, предприимчивый и практичный человек. Вот, то есть все эти описания в принципе нам подходят. Вот, и мы сейчас, я сейчас вам скажу, как в МЛМ, то есть по каким параметрам строится вообще предприниматель в МЛМ, что и чем ему нужно обладать. И начнем мы с имиджа. Имидж это инструмент воздействия, то есть как в МЛМ нужно быть конечно же лидером, а лидер предприниматель, то есть должен выглядеть хорошо, то есть у него должен быть свой собственный имидж, чтобы люди в вашей команде, люди вообще не в вашей команде, его стремились к тому, чтобы выглядеть как вы, копировали вас, дублицировали вас, например, как я в прошлом году сказал про Наталью Фоменкову. То есть помню свой первый марафон успеха, когда я был еще 6% я пришел, это, наверное, был первый топ лидер, с которым я познакомился, с которым я увидел, поэтому Наталья Фоменкова зашла мне в душ, что я хотел быть похожа на нее. Ее энергетика, ее харизма, это все очень нравится. Нравится? Нравится. И имидж, он бывает разный, то есть давайте по порядку. По поводу внешнего имиджа, то есть должен быть деловой вид. Ну, например, я, то есть человек ко мне приходит, новичок, я как бы сразу, моя задача сделать из него предпринимателя, сделать из него бизнесмена, делового человека. И сразу на начальном этапе я ему говорю о том, что у нас, у нас принято, что у нас есть принципы, то есть как 5 плюсов, также есть деловой внешний вид. Я ему говорю про деловой внешний вид, то есть говорю ему то, что нужно одевать костюм, рубашка, галстук. То есть в начале, конечно, у них может возникнуть, то есть если у новичка нет денег на это, или у него он никогда не носил костюмы. Очень часто приходит молодежь, которые никогда не носили костюмы, у них есть один залежалый костюм с выпускного, они вообще его не носят. И с ним об этом очень долго разговариваю, говорю, в чем преимущество. Говорю, например, то, что, вот представь такую ситуацию, ты, не знаю, ты вызываешь врача, то есть тебе что-то стало плохо, не дай бог. И ты вызываешь врача, приезжай к тебе врач в костюме клоуна, вот, или в костюме сантехника, то есть как ты будешь его воспринимать? Он такой, ну, понятное дело, я поржу ночью, вот, или дам ему починить нашу трубу какую-нибудь. Да, а вот так же здесь, то есть если человек приходит в костюме халата, хоть халат, белый халат, он вообще, в принципе, не нужен вне больницы, то есть кто в этом теме рулит, то есть он, в принципе, не нужен вне больницы, но человек, все равно врач, приезжает в белый халат, потому что его воспринимают как врача только когда у него есть белый халат. То есть у него не спрашивают диплом или там лицензию, просто белый халат есть, все, врач, отлично. Так же и здесь, то есть предприниматель, чтобы тебя воспринимали как предпринимателя, то есть у тебя должен быть костюм, чтобы ты, я и говорю, вот, например, вчера я ему проводил презентацию, сегодня успешный старт для него, то есть я говорю, я тебя вчера проводил для тебя в очень дорогих, там, от Dolce & Gabbana шортах и в очень дорогой, там, не знаю, майке Dior презентацию тебе, все равно ты бы меня воспринимал совсем по-другому, нежели я проводил бы это в костюме, поэтому я привожу такие аргументы. О, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, вы записываете в конце, если останется время, обсудим эти вопросы. Вот, а также я его учу сразу о том, что чисто, глажно, ухоженно, не только в одежде, но вообще во всем. То есть я вижу у человека чехол какой-то, не знаю, на айпаде, на телефоне, что он такой весь разодранный, или телефон, я с ним разговариваю на эту тему, то, что нужно поменять, нужно, как бы, тебе нужно, чтобы стать директором, нужно выглядеть как директор, и посмотри на этот телефон или на этот чехол свой как директор, либо также на его рубашку, что она должна быть чистая, глаженная, обувь должна быть начищена, красивая, стильная. Мы, предприниматели, молодые предприниматели и люди, чтобы мы видели, что мы стильные, одеваемся по-современному. И, конечно, костюм – это всегда классика, но всегда выходит что-то новое. То есть огромные узлы галстуков, они уже ушли с мод, да, это так же у девушки, не знаю, что сейчас в моде у девушек, но, то есть у парней, знаете, нужно следить за этим трендом, за стилем, чтобы все было современно. И на эту тему я общаюсь. Ну и приятно пахнуть, с этим, наверное, ни у кого проблем не возникает, он уже эфлейн. Вот. По поводу, то есть человек пришел ко мне и говорит, что у него нет костюма, и я уже, как бы, говорю, сразу назначаю с ним встречу, когда мы с ним вместе пойдем. То есть если я хочу, чтобы он стал ключевым партнером, хочу, то есть я взял на себя ответственность сделать из него, там, менеджера, директора, то мне нужно над этим работать, то есть по всем параметрам. Поэтому я с ним договариваюсь, то есть когда мы с тобой пойдем покупать себе костюм. То есть и в итоге мы договариваемся, он к этому времени ищет деньги, а чтобы найти эти деньги у него в антиваз, то есть поработать с каталогом, чтобы сразу найти эти деньги, ну или рекрутировать. В итоге мы идем какой-то, смотря по его сумме, идем в какой-нибудь магазин, он одевается, то есть он одевает костюм, у него сразу же появляется осанка, он смотрит на себя, как он хорошо в этом выглядит, он говорит, я не люблю костюмы, я вообще никогда их не носил. И человеку всегда, когда он видит, что он выглядит хорошо в костюме, ему это нравится. Поэтому так это происходит. Даже если у него нет денег, я просто с ним пойду, то есть, как говорил Карен, по поводу тренировок, просто идем в магазин, он одевается, смотрит, как он выглядит, и ему это нравится. Отлично. Но также с девушками я не хожу, я отправляю девушку, например, с лидером своей команде, девушкой, либо со своим спонсором девушкой, потому что... Ну парни не любят ходить на шофинг с девушками, потому что мы как бы не то можем посоветовать, а они уже сами лучше знают, что им нужно. Имидж внутренний. То есть не только должна быть внешняя оболочка, то есть костюм, рубашка, все это, конечно, хорошо, то есть и выглядит хорошо, но должно быть именно и внутренний имидж тоже. То, что должна у человека быть осанка. То есть, также при работе с клиентом и на презентации, то есть, если человек, то есть, зажатый, рассказывает презентацию, если он как-то неуверенно себя ведет, жестикулирует, это как бы сразу же считывается. То есть, человек, когда у нас, как мы ходим по клиентам, то есть, есть организация, мы им приносим каталоги, и они потом у нас заказывают, то есть, сразу же человек учит, как нужно заходить к клиенту. То есть, если человек заходит вот так, то есть, он дрожит, там, не знаю, или каталог прячет, Конечно же человек, то есть клиентка потенциально не будет думать, ага, у него веки опущены, уголки губ опущены, то есть он что-то сутулится. Это, конечно, не осознает. Это подсознательно, неосознанно происходит, что этот человек, мне с ним некомфортно, поэтому мне нужно быстро его прогнать. А если человек заходит уверенно, с хорошей осанкой, с походкой, уверенной походкой, то клиент сразу видит, что с этим человеком комфортно, удобно работать. Это не какой-то курьер, а это представитель компании, то есть он выглядит хорошо, он представитель компании, поэтому давай-ка я возьму у него каталог и сделаю ему заказ, потому что я вижу, что он серьезный человек и что он серьезный предприниматель. И также во всем, презентации, выступления на сцене, все это, например, человек первые 10 секунд, то есть складывается впечатление человека, то есть когда человек приходит на презентацию, как человек встал, как он ему пожал руку, с какой силой пожал руку, как он голос, тембр голоса, уверенность, все это считывается. И над этим над всем я работаю с новичком, чтобы он именно развивался в этом плане, чтобы у него была поставленная речь хорошая, чтобы он ходил как директор, а не как консультант или вообще человек, который не вайфлей. То есть с жестами, то есть я объясняю человеку, что с помощью жестов намного больше человек воспринимает, то есть визуально и на выступлении на сцене, и на презентации, то есть если человек просто поставил руки говорить, то есть это не воспринимается, то обязательно нужны жесты, и это нужно развивать. А это приходит именно с харизмой, с результатами, то есть человек что-то делает, то есть когда человек, например, сделал 500 личных баллов, тогда он ему может сказать, сделай 500 баллов. А он так, а если он этого не делает, он скажет, сделай 500 баллов. И как бы с него видно, что он не лидер, у него нет харизмы, он не жестикулирует, а эти жесты, все это появляется именно с лидерством. И так появляется харизма. Далее. Имидж в социальных сетях. Также мы рекрутируем в социальных сетях, поэтому он должен всем своим видом, не только внешним и внутренним, показать, что он предприниматель, но и должен показать, что в социальных сетях он должен предприниматель, потому что он деловой бизнес-человек, потому что он рекрутирует, чтобы человек видел, что он там не болельщик Спартака или еще что-то. То есть, конечно, свои интересы, понятно, там должны быть, каждый человек индивидуально, но по странице должно быть видно, что этот человек занимается бизнесом. Ну и есть, конечно, такие, сейчас я объясню по всем параметрам. Вот, аватар. У предпринимателя на аватаре должна быть не то, чтобы прям деловая-деловая фотка, но должна быть качественная фотография, что человек успешен, у него хорошая фотография, не сделанная на телефон с тремя мегапикселем и в темноте, а именно хороший телефон, то есть, либо очень хороший телефон, либо хороший фотоаппарат, нормальный фотоаппарат. То есть, устроить себе фотосессию, если таких фотографий есть. Мы очень часто с командой ходим на фотосессии, то есть, это очень крутое командообразующее мероприятие, потому что они там общаются, вовлекаются, пока кто-то фоткает, кто-то там, не знаю, тучит, веселится. И также все получают классные бизнес-фотографии. То есть, у нас это как максимум каждые 2 месяца проходит фотосессии. И какой-нибудь зал снимаем, берем какой-нибудь фотографа. В принципе, когда человек 15-20 собираетесь, то это получает примерно 200-300 рублей, как бы для всех доступно и у всех есть хорошая фотография. То есть, аватары и не должна быть одна фотка, то есть, должно быть много разных аватаров, что вы как бы чем-то занимаетесь, то есть, у вас и один костюм на весь год, то есть, должно быть видно, что вы успешны. Но также не нужно изображать успешный успех, то есть, прям вот все писать, там, не знаю, с кучей восклицательных знаков, что успех, у меня куча денег, то есть, должно быть все искренне, натурально и выглядит хорошо. Друзья-подписчики, у бизнесмена, то есть, как, у бизнесмена должно быть, то есть, как, ну, много друзей, то есть, нет таких людей, именно в МЛМ, предпринимателя, чтобы было мало друзей. То есть, я честно вам скажу, вот честно, я, когда рекрутирую, то есть, я добавляю друзей, у меня набрало где-то, где-то 3 тысячи, более 3 тысяч друзей. После этого я начал удалять своих друзей, тех, с кем я вообще, ну, как бы, не получился пообщаться, никого я, их не знаю. В итоге я удалял, дошел до тысячи человек, и из этих тысяч я никого не смог удалить, потому что я их всех знаю, все их лично знают. То есть, я со всеми ими знаком, где-то с ними виделся, где-то с ними общался. Получается, то есть, во-первых, когда мы в каком-то сообществе, то есть, именно, как наш E-Flame, как E-Flame от Спасити, у нас много знакомых появляется, и поэтому в социальной сети, неважно, как это Facebook или ВКонтакте, у нас, бывает, должно быть много друзей. Ну, и для рекрутирования это выглядит очень хорошо. Ну, и также подписчики, то есть, наличие подписчиков показывает о том, что у вас страница интересная, и поэтому человеку даже в Инстаграме, ВКонтакте, я замечаю, если у человека много подписчиков, ему намного легче нажать на подписаться еще раз, потому что многие подписаны, значит, я тоже подпишу, значит, для них что-то интересное. Вот, и это тоже работает. То есть, подписчиков как набирать, это нужно добавлять много друзей, а потом их удалять. Вот, ну, то есть, тем, с кем у вас не получилось. Ну, и фотографии, наличие фотографий. То есть, круто, если у вас есть отдельный альбом, где вы были, например, в «Единая встреча предпринимателей», отдельный альбом, там, не знаю, в Сочи слетали, отдельный объем в Египте, отдельный. И очень много фотографий видно, что у вас движущая интересная жизнь, что вы чем-то занимаетесь, и к вам хочется, к вам человек тянется. Также стена, а нет, информация и статус. То есть, есть информация, которая там и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и которая показывает вообще, каким человеком вы являетесь. Чтобы вы, ваша страница не была похожа на фейк, или вообще, там нужно много информации писать про себя, потому что человек увидит, например, у вас музыкальный вкус какой-то, и он увидит то, что у него тоже такой же вкус. Ему будет намного легче дать вам телефон, чтобы потом приехать к вам навстречу, и чтобы с вами вислить о том, что у вас есть общий интерес. Ну, и тут, то есть, нужно много информации про себя, ну и статус какой-то, то есть, интересный, красивый статус, без кучи смайликов, без кучи восклицательных знаков. Статус на тему какого-то бизнеса, на тему того, что вы что-то услышали, например, сегодня какую-то фразу услышали, вам она понравилась, она вам близка, вы прям пишите ее. Далее. Стена. Стена тоже это, ну, наверное, самое первое, на что обращают, ну, то есть, аватар и стена, на что первое обращают внимание, когда человек приходит к вам на страницу. То есть, мы рекрутируем, мы отправляем сообщения, мы добавляем в друзья в ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме, они сразу заходят на ваш что-нибудь, что у вас написано на стене. И туда нужно, как бы, есть, вот, то есть, я бизнесмен, поэтому я буду репостить все эти группы ВКонтакте по поводу бизнеса, там, миллионер, миллиардер, я все буду это репостить. Это не работает. Когда вы репостите других людей, мы занимаемся сетевым маркетингом, но нам за это не платят. То есть, мы их рекомендуем, но нам за это не платят. Поэтому не стоит рекомендовать то, что, как бы, вы говорите этим самым, то, что, вот, я репостнул вот эту запись из другой группы, у него, в этой группе все интересно, а у меня на стене ничего интересного нет, иди туда. То есть, мы этим самым это показываем. То есть, мы никакой выгоды этого не получаем, просто показываем, что в этой группе интересно. Поэтому рекомендация вам писать именно свои посты, свои фотографии, свои тексты, если вам сложно сейчас что-то свое написать, свой текст, то вместо того, чтобы нажать на репост, возьмите, скопируйте то, что вам понравилось, ставьте, как будто бы вы это написали. Ну, пусть это будет плагиат, ну, пусть это будет, что вы, как бы, как-то потрудились взять, скопировать и поставить. Вот. Ну и фотографии, то есть, я, по-моему, стоял на своей стене, если, как бы, я всегда добавляю только свои фотографии. То, что я сам фотографирую, либо, 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 когда меня фотографируют. Вот. То есть, какие-то другие штуки, то есть, как бы, с интернета скачено, я, как бы, от этого ухожу, потому что, это моя стена, поэтому, вот, я автор своей стены. И это показывает ваш личный бренд, он повышает ваш личный имидж в социальных сетях. Ну, и, конечно же, лайки и все такое, это повышает ваш статус. Окей. Далее. И с имиджем решили. Теперь гибкость мышлений. Сразу, когда человек приходит, мы, сейчас будет тоже вам лайфхак, мы сразу же ему говорим, что у нас, как бы, игра на победу, действительный результат. И, если есть какая-то ситуация, например, человек пришел и говорит мне, что, а вот я ему говорю, что у нас каталоги стоят 700 рублей. То есть, я у него, у него, сначала я правильно выстраиваю отношение к тому, что нужно купить каталоги за 700 рублей, 25 штук, потому что мы и делаем. То есть, сначала, конечно, если просто, когда сказать человеку, то есть, возникнут вопросы, то есть, я не знаю, нужно сначала выстроить отношение к этому, сказать, что каталоги у нас 10 раз окупаются, то, что это как бы, это все легко и просто делается, а объяснить, как это все делается. В итоге человек не говорит, у меня нет денег. Ну, всякое бывает, человек не может быть 700 рублей, потому что молодежь, они иногда ищут работу, и у них нет 700 рублей. Это нормальная ситуация. Я когда приходил, каталоги еще стоили 450 рублей, я действительно свои последние 450 рублей за это отдал. Ну, и не жалею. Вот, сейчас. То есть, человек, когда говорит мне, у меня нет денег, я говорю, у нас было правило 5 бюлусов, теперь найти 5 вариантов решения этой проблемы. 5 вариантов решения. То есть, человек начинает думать. То есть, я ему говорю, давай перед тобой накидаем 5 любых вариантов абсолютно. То есть, от самых абсурдных до самых нормальных. В итоге, мы начинаем с ним обсуждать. Первый вариант – это нарисовать деньги. Второй – это ограбить кого-нибудь. Третье – занять у кого-нибудь. Четвертое – пойти заработать. Пятое – это взять, например, один каталог, пойти там сделать так, чтобы у него кто-то купил 3-4 парфюма, и уже все, валя, есть деньги. Из этих 5 вариантов мы выбираем самый ему приемлемый. Так как человек чаще всего не умеет прям так точно рисовать доллары, получается, мы этот вариант тоже откидываем. Вот. И человек находит 5 вариантов. И так в любой ситуации. Например, то есть, у него деньги появились, он купил каталоги, потом у него нет денег на заказы. Опять же, давай найдем 5 вариантов решения этой проблемы. Нет денег на костюм, еще что-то. В любой ситуации, любая проблема или любая ситуация, мы находим 5 вариантов решения. Практичность. То есть, учим человека быть практичным в плане, в том, чтобы он экономил свое время, то есть, он планировал правильно все, как он понимает. То есть, умение расставлять приоритеты. Часто бывает такое, что у человека, например, в один день какой-то важный экзамен, и в этот же день какой-то важный семинар. То есть, например, обычно, чаще всего у нас есть мероприятия, которыми мы постоянно все ездим, это школа актива. И часто в это время у многих людей зачеты, экзамены, потому что это сессионное время. И мы, как учим здесь, оставляем приоритеты. Я как говорю, говорю, что богатый выбирай и то, и другое. То есть, давай с тобой найдем 5 вариантов, как можно сделать и то, и другое. Но также расставить свой приоритет. То есть, предпринимателем можно считать того человека, у которого бизнес на первом месте. То есть, если его бизнес у него на первом месте, значит, он предприниматель. Если у него на первом месте какие-то отношения, какие-то хобби, потом учеба, потом только бизнес, то у этого человека будут такие же результаты, как то, что, ну, на какое место он поставил. То есть, у него будет в 4 раза меньше результатов. Поэтому, то есть, нужно это научить делать. То есть, у человека есть какое-то мероприятие другое и мероприятие в Reflame. То мы ищем 5 вариантов, как можно сделать. То есть, очень часто, мы становимся предпринимателями в Reflame, и очень часто у людей сдача сессии, многие, которые реально как бы офигачат в Reflame, реальные, которые до этого даже плохо учились, в Reflame начинают лучше учиться, потому что у них появляется эта предприимчивость. Они начинают во время сессии что-то предпринимать, там, не знаю, с кем-то договариваться, общаться. То есть, не то, чтобы покупать кого-то, а именно договариваться, то есть, как-то решать свои задачи. И сдают свои сессии намного быстрее и эффективнее, потому что у них появляется мотивация быстро ее закрыть, чтобы развиваться в Reflame. То есть, такое часто бывает. Ну и вырыливание ситуации. То есть, может быть, я не называю, то есть, какая-то проблема или плохая ситуация. Именно какая-то задача произошла, что-то там вообще, как сказать, что-то важное срочное, то есть, или неважное срочное, то есть, что-то сломалось, там, не знаю, машина, где ты опаздываешь или телефон сломался, где там, не знаю, все ввали за рук, все так на... То есть, куча новичков тебе пришло, ты там, не знаю, тебе нужно туда уехать. И предпринимателю нужно научиться. То есть, например, вот в прошлом году, вот я был на выездной встрече предпринимателей и до этого был, то есть, мне нужно было быстро вырылить ситуацию, то есть, у меня куча новичков, они не знают, что делать, то есть, они навязаны только на мне и они ничего не умеют, ни презентации, ничего. И сразу же, то есть, начинаешь предпринимать, начинаешь голова варить, что нужно сделать, чтобы все получилось круто. И начинаешь, то есть, не знаю, в 5 утра, в 6 утра с этими созваниваться, встречаться пораньше с утра, чтобы их научить, чтобы они умели проводить презентацию. Как бы работаешь больше и начинаешь вырылить ситуацию, чтобы... Также вот в этом году также получаешь, потому что уже моя команда также своих новичков всему обучает и сюда приезжает, чтобы они без них тоже не пропали. Вот. И в итоге люди получают свою ответственность, и когда у них нет спонсора, рядом, который может их выручить, в них появляется, опять же, предприимчивость, предпринимательское мышление, и они начинают что-то предпринимать и решать какие-то проблемы. Вот. Это про гибкость мышления. Образованность и обучаемость. То есть предприниматель, человек, который постоянно откладывается в себя. То есть он классический предприниматель. Он, вернемся даже назад, то есть здесь как бы человеку нужно найти пять вариантов решения, чтобы найти 700 рублей или там пару тысяч на заказы, либо 149 рублей на регистрацию. А в классическом бизнесе как происходит? Там может все что угодно случиться, там с налоговой, еще что-то. Ему уже вопрос не стоит о 70 рублях или двух, трех, трех. Там уже сотни тысяч, там, не знаю, в налоговую. Или пару миллионов. То есть такое тоже бывает. Очень много такое слышал. И также я очень как бы участвовал. Ну, слышал, у меня есть друзья, которые в бизнес-молодость. То есть есть такая школа, которая обучает людей бизнесу. И там люди как бы приходят и дают задание. За эту неделю вам нужно найти заработать 10 тысяч рублей. Не знаю, где вы это сделаете, но вам это нужно сделать. Потому что у них воспитывает это предпринимательство. То, что предприниматель должен уметь находить в любой момент, когда нужно денег. То есть и это мы их обучаем. Вот. И также про образованность и обучающие. То есть человек должен вкладываться в себя, в свое образование. И поэтому у нас вот есть мероприятия различные, они стоят. То есть вот семинары по сторубле стоят, некоторые семинары там, такие как мегафорум. То есть это не семинар, а мегафорум стоит дороже. То есть человек тоже как бы объясняет ему, что нужно в себя вкладываться. То есть нужно платить деньги за свое обучение. То есть если бы человек, например, у нас есть самый главный семинар в году, это школа актива. Она стоит, то есть, около 13 тысяч рублей. И мы уже заранее начинаем об этом говорить. И человек, если бы, то есть он не заплатил за это деньги, он бы это все равно не воспринимал так, как он воспринимает, когда он отдал деньги. То есть человек понимает, что он сдал деньги, и поэтому ему нужно по максимуму с этого семинара взять. Так же и сейчас. Вот мы все здесь заплатили здесь и сюда какие-то деньги. И мы не спим, не пропускаем, не гуляем, а именно пытаемся взять по максимуму с этого семинара, чтобы дальше это применять, чтобы это потом окупилось. Потому что предприниматель всегда должен, то есть он заплатил 700 рублей, должен окупить их 10 раз, то есть эти каталоги. Он заплатил деньги за это выездную встречу предпринимателей. Получается, в прошлом году я приехал на это выездную встречу предпринимателей, получается, нам дали вот этот лидерский отчет и спрошилось выездную встречу предпринимателей у меня получается за год 600 тысяч рублей. Тогда я заплатил 15 тысяч рублей, уже заработал 600 тысяч. То есть, конечно, не полностью благодаря этому, но какой-то процент это от этого, потому что отсюда я очень много себе взял. Эти обучения на самом деле нас постоянно, то есть это затачивание пилы, оно всегда нас развивает, обучает, и когда мы очень много всего знаем, мы наоборот еще больше притягиваем людей. И я очень многому всему не только обучаюсь на таких мероприятиях, и также я обучаюсь у своей команды. У нас прекрасный бизнес, дамы и господа, то, что мы можем приглашать в себя любых людей, которые обладают разными навыками, знаниями. Я очень многому, то есть, дизайна, например, всяких слайдов и всего этого я обучаюсь у своей команды. Там также некоторые, вот даже из моего выступления сегодня я тоже узнал некоторые вещи у своей команды, то есть у некоторых своих лидеров. уплотно. То есть мы можем приглашать любых людей и обучаться постоянно. То есть человек пришел, новичок, и сразу ему дается список литературы. У нас как? Мы сначала говорим, смотри какой-то ролик, видео, то есть это первое видео, это Турбопровод, бизнес 45 минут, это Эдуарда Васильева видео, и фильм Секрет. И также книжки, 10-рок на салфетках, сразу я могу прочитать. Хорошо. И потом, богатый папа, бедный папа, чтобы человек сразу понял, что мы именно бизнес-ориентированная организация. То есть у нас как бы, мы тут занимаемся бизнесом, чтобы человек понял, что издут вообще другого человека, который вообще не в этом бизнесе, что мы занимаемся предпринимательством. И поэтому, и человек начинает что-то знать, и как бы он потом может дать что-то своим новичкам. Вот, ладно, у меня осталось мало времени. Также предприниматель, то есть следующее, у предпринимателя должна быть амбициозность и умение ставить цели. То есть, позитивный настрой, конечно, без позитивного настроя никуда, опять плюсы. Это должно быть всегда, то есть негатив вообще нужно от него избавляться, если вы как-то вообще чувствуете, что у вас есть какой-то негатив, нужно от него сразу же избавляться. То есть за негативными людьми никто не хочет идти. То есть я вам говорю, что я как бы, честно, по себе даже понимаю, что когда есть рядом негативный человек, я даже с ним общаться не хочу. Даже если этого негатива очень мало. То есть поэтому нужно вообще от этого избавляться. И позитивный настрой во все, то есть в любую ситуацию, то есть такой, как любой исход, любая, не знаю, плохая ситуация, из этого нужно извлекать опыт и всегда иметь позитивный настрой. Что вот я начинаю делать то-то, 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 у меня ждет позитивный, ну, позитивный исход. То есть если я за что-то берусь, у меня все получится. Всегда себя настроить на это. Подсознательно, сознательно, что нас всегда ждет позитивный исход в любой ситуации. Привычка постановки целей. Сразу же человек, то есть я с ним обсуждаю, что мы будем с ним ставить цели, с новичком, что и в течение вообще всего времени, ну, не то, что всего времени варик ланевая, но бесконечное это время, в течение полугода-года мы с ним проходим постановку целей. То есть я с ним общаюсь на его цели, мы с ним составляем идеальный образ жизни. То есть у каждого человека свои цели, у каждого человека свой образ жизни, который он хочет. А Арифлэйф – это как, ну, компания-партнер, которая нам помогает достигать наших целей. То есть у кого-то это путешествие, у кого-то это какой-то автомобиль, а у кого-то это все вместе. То есть это целый образ жизни. То есть есть такое упражнение пазл, у нас по всем 12 направлениям жизни человек его составляет, И мы начинаем с ним рассчитывать, через сколько, что ему для этого нужно делать. То есть у человека появляется привычка в постановке целей. И каждую неделю человек ставит цели. То есть он отмечает план на неделю и ставит цели на неделю. Сколько он должен делать регистрации, сколько у него должно быть личных баллов, сколько групповых баллов, столько, что почитать, что посмотреть и так далее. И у человека появляется привычка в постановке целей. Умение мотивировать и заряжать. То есть это приходит конечно с помощью лидерства, то есть когда ты сам что-то делаешь, когда ты этого достигаешь, что ты сделал 500 баллов, заработал 8000, ты легко можешь сказать ему, вот делай 500 баллов, ты все так легко и получишь 8000 рублей, да. То есть все приходит через лидерство и поэтому предприниматель в первую очередь конечно же лидер и он должен уметь мотивировать, заряжать с помощью своего примера. Ну и энтузиазм. То есть всегда должен быть энтузиазм, то есть человек, предприниматель, он взял на себя ответственность, как говорили сегодня наши ведущие, что человек взял на себя ответственность за свою жизнь, за свое дело, за свою команду и поэтому у него должен быть всегда энтузиазм, он должен энтузиазм показывать. И у человека, у которого есть энтузиазм, предприниматель, который ставит цели, он не может спать до 11, до 10 часов, до 12 часов. Он просыпается утром рано, то есть он уже хочет постоянно бегать, потому что милость цели, у него есть команд, за которым он ответственный, которые он будет помогать. Поэтому этот энтузиазм нужно всегда иметь, если его нет, значит нужно еще раз посмотреть на второй пункт, возможно у вас какие-то неправильные цели. И этот энтузиазм нельзя никогда потерять. Ну вот, ну и подытожим, получается, предприниматель в MLM это человек, который показывает своим имиджем, своим внешним видом, внутренним видом, также в социальных сетях то, что он предприниматель. То есть предприниматель это человек, у него есть гибкость мышления, он может решить практически любую проблему. Вообще в принципе любую проблему можно решить, а те проблемы, которые не решаются, на них можно просто забить, потому что они не решаются. А все остальные можно решить, поэтому человек с позитивом решает свои проблемы. Человек предприниматель, он всегда вкладывает в свое образование, он постоянно обучается, постоянно и также обучает свою команду. Ну и он амбициозен, ставит цели и всегда на энтузиазме. На этом мое выступление заканчивается. Я всем благодарен, что...